В Екатеринбурге 30-летний наркоман пытался украсть из салона связи два планшетных компьютера. Продавцу салона, а также пришедшим ему на помощь коллегам из других магазинов, удалось отстоять дорогостоящие девайсы и удержать злодея до прибытия подкрепления. Утром, после открытия, сразу же зашел мужчина, попросил показать планшетники сомнительного такого вида. Я ему показал один, он попросил посмотреть второй, после чего потом опять этот, потом опять этот. Ну и я потом начал их убирать на витрину, выставлять. Сказал, все равно же вы ничего брать-то не будете. Он, после того, как я выставлял на витрину, он меня начал отвихивать, схватил их оба и попытался скрыться. Произошла здесь борьба, минуты полторы борьба длилась. Я начал назвать на помощь. Пришли люди, охранник соседнего магазина и ребята, продавцы с баумастера тоже рядом, помогли его задержать. Сам задержанный свою вину отрицает. По его словам, он действительно хотел купить себе айпэд, но продавец не поверил чистоте его намерений. Задержан за попытку кражи планшетника. Понятно. Расскажи, как вообще это дело-то было. Как? Я взял посмотреть, потом он начал убирать его, а тот мне понравился. Я говорю, так давай мне вот это. И беру, он запаниковал и такой говорит, ты хочешь меня украсть? У него там все полетело. Он говорит, хватайте, хватайте, вора. Я что, я побежал, у него там все упало, я побежал, меня там схватили. Как рассказывают задержавшие Александра продавцы, когда тот понял, что украденное ему с собой не унести, он попытался хотя бы самому нести ноги, для чего выхватил острую рукоятку зонта и стал угрожать ею, как ножом. Борьба уже перешла в тамбур, туда за дверь. Он бросил эти планшетники обратно в магазин. Ну и попросил, ну как попросил, говорит, да отвалите, ну отстаньте от меня, у меня уже ничего нету. Мы его все равно скрутили и дождались сотрудников охраны, град. Они первые приехали. Не появись на месте вовремя сначала ЧОПовцы, а затем бойцы вне ведомственной охраны, разбойник мог реально причинить вред людям. Его взгляд, свидетельствующий о наркотическом опьянении, не сулил ничего хорошего. А что вообще употребляешь? Соль употребляю. Как часто? Время от времени чувствую. С получительными ты что хотел сделать? Да я ничего не хотел сделать. Хотел купить один планшетник, а не два. Где работаешь? Не работаю. На какие средства существуешь? Ну, в матери. 30-летний Александр Веключ освободился из колонии только 3 месяца назад, где отбывал срок за кражу. Никаких денег на якобы планируемую покупку у него, естественно, не было. Не было их даже на наркотики, так что Александру пришлось колоться с утра глазными каплями. Но 27 тысяч рублей задержанному, видимо, все же придется где-то найти, чтобы расплатиться за утративший товарный вид планшетники. Иначе на снисхождение суда рассчитывать ему не придется. Спасибо.